Сейчас хочу показать вам еще раз, как выглядит мультифлора. Вот так выглядит мультифлора томат. И тут тоже. Нужно сказать, что помидоры завязываются не одновременно. Один за другим постепенно. Созревание идет тоже не одновременно, а постепенно. И налив томатов тоже идет постепенно. Не все цветы завязываются. Но вот посмотрите, вот еще маленький томатик начинает образовываться. Вот это и хорошо. Посмотрите, какая кисть. Здесь еще томаты почти не начали наливаться. Но все еще впереди. Еще раз посмотрите на эту кисть. И сейчас я ее, спелые томаты, уберу. Я обобрала все бурые и спелые плоды. Тем самым дала сигнал помидору, что пора завязывать еще больше томатиков. Будем наблюдать. Вот тут остался один хороший помидорчик. Ну вот, как-то так. Красота. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Мы приехали на шрюдер-плантацию. Там, где мы всегда собираем яблоки, груши, сливы. Выглядит все очень красиво. Ну, до яблок мы еще не доехали, потому что очередь. Очередь сегодня очень маленькая. Я помню, позапрошлый год мы стояли, наверное, не меньше часа в очереди. И очередь была аж за поворотом. Ну, это потому, что информацию выдали только вчера вечером или сегодня утром. Точно не знаю, потому что вчера в обедичное время, во время обеда информации еще не было. Ну, вот как-то так. Потихоньку, потихоньку. Stop and go. Едем к весам. Впереди нас где-то приблизительно около 10 машин. Ну, ждем-то. Ну, вот здесь школа. Это школа для деревьев, не для детей. И между ними вот такие посадки. Рапс, подсолнечник, горчица. Это для пчелок, бабочек. Для насекомых. А здесь выращиваются деревья, кипарисы. Что там еще? Это лавровишня португальская дальше. А дальше что-то тоже типа кипариса или туи. А вот это кипарис. Ну, вот там подальше тоже деревья. Уже большие, метра по четыре. Как они называются, не знаю. Мне надо поближе подойти, чтобы определить. А сейчас я вам покажу шильд. Ну, вот, совсем коротко. Вот здесь находится летнее кафе. Люди с удовольствием пользуются услугами этого кафе. Покупают свежие пироги. Иногда даже теплые кофе. И вот располагаются в саду. За чашечкой кофе и вкусным пирогом отдыхают, расслабляются. Очень красиво. Вот оно, само кафе, где все это продается. А вот тут вот дальше немножко. Здесь туалет общественный. Общественный туалет очень чистый. Можно, если вам где-то что-то приспичит, необязательно пользоваться культиками. Можно прийти и сходить в туалет. Ну, вот, мы топаем собирать сливу. Посмотрите, сколько желающих. И прошло всего 20 минут, как запускают на плантаж. На плантаж или на плантацию. Люди в эту сторону идут собирать мирабели, сливу, ринклот и сливу анита. Потом мы поедем и нарвем еще яблок и грушу. Ну, вот мы на месте. Слива в этом году крупная. Прекрасно выглядит. И прекрасно на вкус. Вы слышите, что я ее жую. А вот тут рядом слива, которая называется ринклот. Ну, сколько ее ринклоту на полу. Она очень вкусная. Ну, Виктор рвет ринклот. Вкусно. Мерзу. Мерзу. Продолжение следует... Ну вот, разобрались мы со сливами, едем по яблоке. Эти все яблоки, они более поздние сорта, а мы едем на ранние сорта. Ну вот она яблока, половина на земле, половина еще на деревьях. Красивая. Смотри, чтобы, видите, паршивых не было вот таких, покусанных. Ну и красненькие бочки. Яблочки красавицы. Вот это тоже ямба. Ну, смотрим. Божьи коровки. Вот такая красота. О, а это испортилось. Красота испортилась. Ну, надо работать. Некогда мечтать. Стоим в очередь в обратную дорогу. Но уже не 10 автомобилей впереди нас. Чуть-чуть меньше сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Мы шестые. Сейчас заплатим. И домой. Время 11 часов. Мы были здесь на плантации всего час. Но сегодня у нас нет времени на то, чтобы разгуливать. Надо поторопливаться. Мы сегодня едем в Ганнофер. Ну вот, мы собрали 32 килограмма. И уплатили 59, 40. Ну, вот такие трофеи у нас сегодня. Сейчас нужно пошевеливаться. А с вами я прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго. И до новых волнующих встреч. На канале Север. Это моя судьба. Раннее утро в Германии. Вчера было 33. Сегодня 13. Очень сильная роса выпала. Запотели все окна. Причем с улицы запотели. За. По. Те. Запотели. Все еще спят. Булочная закрыта. Светит солнце. Солнце. Вот такие пароли. Солнце. 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 клубничка 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 Дорогие мои друзья, вчерашний день был очень насыщенным. Мы ездили в Гануфер, мы проводили нашего внука первый класс. На долгие годы ребенок пошел в школу. Я думаю, что он рад этому, был очень взволнован, очень возбужден. Можно сказать, даже у ребенка поднялась температура от перевозбуждения. Ну, в течение, конечно, вечера все пришло в норму. Было много гостей, и детей, и взрослых. Было много вкусной еды, все были сыты. Еда еще и осталась. Ну вот, как-то так. Нам было интересно понаблюдать за малышами, которых мы из-за короны не видели. Некоторых вообще, некоторых давно. Последний раз мы встречались в этой компании, когда крестили Лилечку. А Лилечку крестили... Ну, летом двадцатого года. Нет, наверное, девятнадцатого года. Потому что ей было еще несколько месяцев. Так что встречались мы последний раз в девятнадцатом году. Прошло четыре года. Ну, время бежит, все меняется. Жизнь пока еще всех устраивает. Ребятишки были очень довольны. Ну, вот, как-то так. Снять мне ничего не удалось, потому что я помогала готовить. Ну, а потом просто сидели, отдыхали, расслаблялись. Погода была ужасная. Было тридцать три градуса. И было настолько порно, нужно сказать, что хоть мойся. Тихо, безветренно. Очень жарко, очень сыро. И, ну, конечно, было тяжело. Но потом солнышко ушло за тучи, и стало полегче. Ну, и на улице всегда легче, чем в помещении сидеть, когда много народу. Все-таки свежий воздух. Ну, вот, как-то так, мои хорошие. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok